Посредничество США начинается, что предлагает Вашингтон армянам. Фактически, Тигран Петросян вчера был прав, говоря о том, что формат изменился, и на этой неделе американские дипломаты прибудут в регион для обсуждения американских предложений. Сегодня стало известно, что старший советник госсекретаря США по вопросам Кавказа и сопредседатель Минской группы ОБС Луис Бона на этой неделе прибудет в регион. Американское посредничество стало обретать более предметные формы после того, как Россия выложила все карты и в Арцахе открыто заявили о неприемлемости российских предложений. Напомним, глава Миттеров Лавров сказал, что Россия видит защиту прав и безопасности карабахцев как национального меньшинства в рамках законодательства Азербайджана безо всякого статуса. Что предлагают США, мы всегда говорили, что для того, чтобы мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном оказалось в пределах досягаемости, обе стороны должны пойти на сложные компромиссы, заявил вчера на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. «Госсекретарь продолжал работать над тем, чтобы побудить и Армению, и Азербайджан компромиссом», сказал он. О каких компромиссах идет речь? Армению уже уступили все, что можно, а Баку не сделал ни одного шага. США не возражали, когда Никол Пашинян говорил о ерундовой Алма-Атинской декларации и признании Арцаха в составе Азербайджана. Более того, посол США в Ереване Квин заявила, что верит в возможность защиты прав и безопасности Арцаха в составе Азербайджана. Каких еще компромиссов от Армении хотят США? Свободное движение коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор должно быть немедленно восстановлено. «Мы последовательно выступаем за то, чтобы мир в регионе включал защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха. Мы приветствуем диалог, который продвигается с этой целью», заявили в Госдепе США. «Защита прав и безопасности армян предполагает некие механизмы, статус в определенных границах, международные механизмы и миротворческие силы». В США не раз говорили, что уговаривают Баку дать Карабаху некий автономный статус, но каждый раз в Баку по этому поводу начинался вселенский шум. «Если у армян будет статус, он сохранится как этническая административно-территориальная единица, получат возможность развиваться и однажды совершат реванш», — говорят в Баку. «Надеются ли США, что Алиев согласится на статус для Арцаха и международные механизмы защиты? И что будет, если Баку не пойдет на это?» Руководитель антикризисного совета при президенте Арцаха Тигран Петросян вчера сказал, что они хотят выслушать предложения США и решить, что делать дальше. У США есть все возможности и механизмы для принуждения Алиева, но пока Вашингтон воздерживается от применения этих механизмов. Хотя у администрации Байдена сроки ограничены, осенью начнется предвыборная кампания, и демократам надо представить хотя бы один результат мирового лидерства. Сто лет назад президенту-демократу Вильсону не удалось продвинуть свой арбитраж. Удастся ли президенту-демократу Байдену? Продолжение следует...